всем привет ну что настало время запускать телегу и смотреть что получилось очень волнительно честно говоря потому что все дело собирал опять я я не механик ну ладно так зажигание я выставил ранее потомка все прогреется если она к же запустится нам будет уже регулировать на холодную нет смысла это делать сейчас мы проверяем вообще что у нас тут получилось не получилось так что-то у нас не хватает мне кажется бензина нет сейчас будем разбираться вот так вот сразу заливаем десяточку чтоб наверняка это все протолкнуть залил бензин пробуем шару и у нас получается что карбюратор выплевывать все обратно и это значит что у нас зажигание развернуто на 180 градусов неправильно может стоит видимо когда я выставлял метки по зажиганию я использовал или не те метки либо что-то не то сделал потому что он не должен выплевывать его обратно вот что я сделал чтобы подтвердить мою теорию я выкрутил первую свечу он есть там палочка стоит выбросил первую свечу заткнул отверстие пальцем и небольшими рывками как бы прокурившего двигатель и в тот момент когда создалось давление она мне обратно ларио в палец вы главное внутрь не надо его засовывать а просто прикрыть отверстие надо вот например здесь вот отверстие вот прикрывается то есть вы не засовывать внутрь иначе цилиндр ударит ну вот и к создавал давление она выдавила в палец получается я убрал ключ потом вот я засунул палочку и вижу что мой первый цилиндр сейчас где-то наверху он может быть начал спускаться уже ну пусть то что по инерции пошел на скорее всего немножко спустился но это не суть главное что он где-то плюс минус вверху почти в мертвой точке своей верхней мертвой точки после этого мы снимаем крышку и под крышкой мы видим что вода мешает неудобно что бегунок у нас смотрит сюда то есть это как бы на первый цилиндр нужно смотреть а у меня первый цилиндр я выставлял сюда то есть края выставлял по бегунку также смотрел ставил метки где был бегунок становился тот у меня и был бит первый цилиндр в общем чтобы рассказать если бы все я сделал правильно по зажиганию то при мертвых когда я пальцем делал трюк до что он выдавил палец когда первый цилиндр был верхней между точки то мой бегунок должен был остановиться примерно где-то вот здесь он у меня остается на противоположной стороне это значит что у меня зажигание на 180 выставлен неправильно и поэтому брыжет топливо так что нити вроде думаешь что выставляешь все правильно по другу что-то но все равно вот ошибки бывают скажем так сейчас надо это дело просто поправить вот и попробовать еще раз запускать его и смотреть какие что я еще не подключил или выставил неправильно так что учтите такие моменты могут быть если вдруг карбюратор вас прям прям оттуда прям топлива отрыгивает он не пугайтесь просто зажигание на что правильно настроить вот у меня такая вот такой недоразумение случилось а сейчас я буду перепроверять метки на шкиве и смотреть по каким меткам все-таки мне нужно ориентироваться видимо все таки я не по тем меткам ориентировался и выставлен неправильно зажигание в принципе сейчас можно колено покрутить посмотрите поэтому по моей палочки где он находится выставить его обратно и тогда уже выставляться по тому как будет бегунок куда смотреть и от этого уже будет правильный первый цилиндр нежели у меня как сейчас на получается наоборот совершенно поэтому он ведется так что такие нюансы давайте это все сделаю за кадром а вы будете наслаждаться дальше чайком или чего там выпивать в данный момент да у нас из крайности в крайность то давление масла маленькая тоже зашкаливает да такое давление масло это очень плохо это будет вкладышем капец и всему капец вот одолжил такой инструмент выиграть у датчик сейчас мы посмотрим сколько на самом деле давление масла у нас крутился сюда прям замерим потом я заливание заливаем менее густое масло меняю масляный фильтр и еще раз заменил замеряю мне интересно поменяется давление не поменяется и вообще сколько у нас давление потому что мало ли датчик врет но я кажется сомневаюсь если же ничего не поменяется и давление будет очень большое придется скидывать поддон и ставить другой маски насос этот масле насос видимо и слишком много давление давит она нам не подходит это для нашего стандартного двигателя это очень большое давление и все вкладыши просто помрут так что как как я уже говорил ранее кашу маслом испортить можно очень серьезно все замеряем и будем думать дальше да вот это результат очко у нас на барабане друзья очко просто очко самое неприятное что этот датчик температуры температуры масла когда он все было подключено да он показывал слишком высокое и у меня двигатель какое-то время был запущен на первом старте запускал он работал какое-то время я подливал антифриз двигатель то есть сколько там проработал ну а как оказалось он работал на сухую давление не было то есть просто случайно оказалось что мне человек дал манометр этот прибор до для замерения массы искал попробуй замерить масло сразу тут потому что не может быть такое что стрелка шла ввысь и хорошо что я это сделал и я крайне я конечно в шоке не буду вам брать что результат вот такой вот что делать пока не знаю давайте с вами так поговорим что делать я пока не знаю расчарование уже было я когда это увидел я просто такой понятно бросил и ушел заниматься другими делами но выводы я сделал самый главный вывод не доверять вот этому датчику никогда в следующий раз когда я делаю какие-то манипуляции с двигателем я сразу подключаю нормальный манометр давление масло проверять и только так проверяем масло это вот первый мой будет жизненный урок положил я двигатель не положил я не знаю как искал я не после того как случилось а просто бросил и ушел все заниматься другими делами отвлекаться от этого дела потому что ничего изменить нельзя в чем дело я не зря честно не знаю с такими сталкивался я не механик предположительно я понимаю что может быть опять насос оказался плохим он хотел новый но плохим как может плохим когда я его когда вытащил с коробки это подливал вручную масло и и прокручиваю вручную он масло толкал то есть да вот но я знаю одно что после того после каталки в его очко я открутил масляный фильтр и он был сухой то есть это плохо потому что насос должен поднимать масло с поддона пропускать через фильтр и только потом идет все двигатели а у нас все сухо вот неприятно и самое главное непонятно что делать будем думать пока я думаю это можно энное количество время я займусь пока другими проектами у меня там есть чем позаниматься этот проект даджа мы пока ставим на паузу непонятно на какую но мы ставим это на паузу может быть зимой вернемся к нему и будем что-то что-то пробует начнем самого простых вещей базовых и перейдем уже к скидыванию поддона вот этому всему интересному делу да вот так вот так что берите на вооружение чужой опыт и не доверяйте вот этой херни которая тут работа не только в даджами вообще если не уверены лучше купить такой манометр который вкручивается напрямую и мерит давление масла потому что вот с собрал в кинуто новые вкладыши все там все все сделал все там уплотнитель видите столько работы проделал до вытащил двигатель туда-сюда а результат никакой как бы если бы я изначально знал что давление масла нет я бы не столько бы его у меня столько бы не работал то есть я бы запустил видел что удачи у нас очков на барабане и не записал бы а сейчас непонятно был нанесен ущерб двигателю или не был это вот это больше что вы меня на самом деле беспокоит мне не беспокоишь нет давления беспокоит нанесли я какой-то урон двигателю так что всем спасибо за ваши комментарии просмотры учитесь и как искал на чужих ошибках вот если есть какие-то дельные советы пожалуйста напишите и давайте начнем с самого элементарного и дойдем до масляного насоса до самого плохого и может быть может быть даже дойдем может быть сломала ту часть которая адрес про адрес предвала толкает насос да это уже худшие варианты но давайте самому элементарному начнем почему у нас нет давления вернее у нас вообще 0 вообще 0 ни капелька на не шевельнут пойти не капельки эта стрелочка манометр кстати я проверил я там воздухом обычным воздухом ду стрелка шевелится то есть от воздуха от компрессоров она работает также манометр рабочие вот давайте все прощаться иначе опять тут будем на три часа разговоров всем спасибо